Эти ориентировки волонтеры отряда Оренспас даже не успели распечатать. Лишь вывесили в сеть и попросили жителей города помочь с поисками. К назначенному часу у лесополосы близ загородного шоссе выстроилась вереница автомобилей. Добровольцы делились на группы и прочесывали местность. Последний раз автомобиль Антона видели в этих краях. Мы приехали по первому зону. Нас собрало здесь волонтеров с Оренспаса семь человек. Так что мы прошли, поискали. Кристину и Антону искали абсолютно посторонние люди и друзья пропавших. Они поехали за частями от мотоцикла и пропали 4 дня назад. Машину мы вчера нашли с отцом парня, который пропал. До этого они практически не виделись. Он ей мотоцикл продавал 2 года назад. К полудню место поиска заполонили сотрудники правоохранительных органов. Волонтерам дали понять, в их услугах больше не нуждаются. Сказали все свободно, спасибо. Но свободе никто не обрадовался. Тревога и тающие надежды мгновенно породили множество слухов. Чтобы волна домыслов не хлынула в город, специалисты вынуждены были описать находку. Сегодня в указанном месте в лесополосе в районе объездной дороги города Оренбурга был обнаружен труп данного жителя, а также труп его знакомой девушки, которая по предварительной информации 2 числа текущего месяца уехала вместе с ним. Об убитых известно немного. Она студентка ОГУ, круглая сирота. Неудивительно, что о пропаже пары следователи узнали от родителей Антона. Страсть к мотоциклам это единственное, что объединяло молодых людей. Девушка купила стального коня у молодого человека, получила права и собиралась его обкатывать. Именно это и стало поводом для роковой встречи. Следователи говорят, Кристину и Антону убили. Признаки насильственной смерти налицо. Причины и обстоятельства трагедии еще только предстоит установить. Екатерина Киселева, Илья Схаялин. Наше время.